По рекомендации профильных комиссий на общее заседание Совета депутатов вынесли ряд важных для жизнедеятельности муниципалитета вопросов. Вновь корректировкам подвергся устав городского округа Щелково. Он приводится в соответствии с ФЗ-131 об общих принципах организации местного самоуправления. В частности, изменения касаются вопросов муниципального контроля. А также в устав включены новые статьи, касающиеся представления в администрацию округа инициативных проектов жителей. Начальник финансового управления Александр Фрыгин представил отчет об исполнении бюджета городского округа за первый и второй кварталы года. Напомним, что план по доходам на этот год составляет 10 млрд 285 млн рублей, по расходам 11 млрд 204 млн. По полугодию исполнение составило 45,5% и 39,8% к годовому плану соответственно. Традиционно в пределах половины смертных назначений, в половине расходов, примерно на 50% исполнены расходы по социальным отраслям, таких как здравоохранение, культура, образование, социальное защитие населения, спорт. В меньшем объеме и меньшем проценте исполнены такие программы, они большие, как строительство, развитие функционирования дорожного транспортного комплекса, формирование современной городской среды. Задолженности бюджет не имеет. Исполнение бюджета контролирует муниципальная контрольно-счетная палата. Нарушений она не выявила. Депутаты задали финансистам уточняющие вопросы, высказали пожелания и замечания. В целом, Совет депутатов финансовый отчет принял к сведению. Важный вопрос повестки дня – утверждение порядка подготовки, заключения и контроля за исполнением на территории округа концессионных соглашений. Нормативный акт, разработан специалистами администрации, прошел правовую экспертизу. Концессионные соглашения призваны повысить эффективность использования муниципального имущества, качества товаров, работы и услуг, привлечь инвестиции в экономику городского округа Щелково. Замглавы администрации Елена Суслина отметила, что подобные документы уже приняты и действуют во многих муниципалитетах Подмосковья. Сейчас в регионе посредством заключения концессионных соглашений предлагается строить социальные объекты. Это делает возможным ускорение строительства и облегчает их дальнейшую эксплуатацию. После обсуждения Совет депутатов принял порядок единогласно. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok